Как бороться со взятками среди коллег и подчиненных? Эту тему обсуждали в летней антикоррупционной школе. Такие занятия пройдут в 18 городах страны. Свыше 800 человек изучат международный опыт, узнают, как применить его на практике. На занятиях в Петропавловске побывала наша съемочная группа. Как бороться с коррупцией? Где та грань, когда подарок становится взяткой? Ответы на эти вопросы узнавали участники летней антикоррупционной школы. Обсудили и нововведение законодательства. По поручению президента в стране планируют ввести ответственность руководителей за коррупционные проступки подчиненных. Но даже если ты сам чест на руку, как добиться этого от сотрудников? Он, во-первых, должен принимать антикоррупционные стандарты поведения, либо комплайнс-политики, которые должны содержать в себе четкие меры по поведению сотрудников, по тому, как они должны реагировать, кому должны сообщать, и, конечно же, меры по привлечению к ответственности. Механизм очень простой. Им пользуются ведущие мировые компании, такие как Google и лаборатория Каспирского. На встрече рассказывают, как эти навыки использовать в Северном Казахстане. Информация интересная, а главное, пригодится в работе, отмечает Людмила Галенкова. Она записывает все рекомендации преподавателя, потом их обсудит с коллегами. Я, как участник правовой службы органов профсоюзов, в компетенции наши входят встречи в трудовых коллективах. Это и проведение экспертизы, правовой экспертизы, общественной правовой экспертизы документов. И поэтому все эти знания, механизмы, они применимы в нашей работе и при проведении встреч в трудовых коллективах, и работе с внутренними документами работодателя. На реальных примерах рассматривают не только успешные проекты, но и неудачные. Это чтобы выявить ошибки и самому их не допустить в работе. Изучают отечественные примеры и международные. Последний Казахстан, к слову, внедряют неактивно. Зато в некоторых вопросах мы стали примером для других стран. В электронном правительстве Казахстан в этом деле очень успешен, поскольку порядка 900 государственных услуг человек, гражданин, может получить дома, не выходя, сидя за компьютером. И это значительно снижает риск коррупции. Летняя антикоррупционная школа работает в Казахстане третий год. Раньше ее проводили только в двух городах, в этот раз – в 18. В Северном Казахстане знания получали больше 20 человек, а по стране их количество дойдет до 800.